Выборы президента Приднестровья начались в понедельник. С 6 декабря у нас шло досрочное голосование. С понедельника по четверг проголосовать можно было в территориальных избиркомах. В каждом городе есть один. Так вот, за четыре дня в них проголосовало более двух тысяч человек. Это довольно много. Голосовать досрочно шли в основном люди, которые 12 декабря будут работать. С пятницы проголосовать досрочно можно было на всех участках. В Приднестровье воспользовались российской практикой и, по сути, организовали трехдневное голосование. Так голосуют те, кому нужно отдать свой голос не 12 декабря, а раньше. Досрочное голосование в Приднестровье началось в понедельник. Я работаю в КУПЧС и мы будем обеспечивать на выборах порядок. Поэтому я заранее голосую. Четыре дня голосующих досрочно принимали в территориальных избиркомах. С пятницы открыты все избирательные участки. Это Светлана Викторовна. Она работает в экологическом центре учащихся. Пришла проголосовать досрочно. Светлана Викторовна, скажите, почему голосуете досрочно? Ну, в нашем экологическом центре тоже есть избирательный участок. И я, как руководитель, буду выполнять служебные свои обязанности на месте избирательного участка. Светлана Викторовна голосует в столичном дворце республики. Первых избирателей тут приняли, как только участок открылся. Ольга Елеферовна досрочно голосует первый раз. Когда со всеми, конечно, веселей. Но для пенсионерки главное – не пропустить выборы. Мы привыкли, что пенсионеры, они голосуют в основной день выборов. Вы голосуете досрочно? Досрочно, потому что я выходные провожу у родственников. Поэтому я думаю, может быть, немножко со временем будет так. Не успею просто. Поэтому решили проголосовать досрочно. То есть переживаете за то, чтобы… Конечно, да. Обязательно я проголосовать. Я проголосовала за мир, за успех нашей республики, за исполнение всех целей. А я уже старенькая и решила сегодня прийти пораньше. По телевизору же сказали, что три дня можно уже голосовать, как в России. На этих выборах Приднестровье перенимает опыт России, где с началом пандемии коронавируса голосование проходило в три дня. У нас голосуют в пятницу, субботу и воскресенье. Результат – голосующих досрочно больше. С понедельника по субботу свой выбор уже сделали 4,5 тысячи человек. Уже сейчас мы наблюдаем увеличение количества досрочно голосующих граждан. И это нас радует еще и потому, что снижает риск заражения коронавирусной инфекцией в связи с разгруженностью возможных избирательных участков в воскресенье, в день голосования. Пандемия продолжается, а значит, на выборы идем уже по привычным карантинным правилам. Маска, дистанция, на участках – рециркуляторы и кабинки без передней шторы, чтобы циркулировал воздух. Мы делаем все возможное, чтобы людям было комфортно прийти на участок и проголосовать за кандидата, которого они выбрали. На этих президентских выборах досрочно голосуют не только госслужащие и те, кто в основной день выборов уезжают из страны. Абсолютно все, кто 12 декабря будет занят на работе. Досрочно голосуют также студенты, временно зарегистрированные в общежитиях, которые уезжают домой на выходные. Ольга голосует досрочно, но, как всегда, на такое важное событие взяла с собой дочку. 12 декабря и Ольга, и ее муж работают. И мама, и папа работают. Объясняли, перед тем покажем, как все происходит. Вспомниться тебе 16 лет, ты также будешь выполнять свой гражданский долг. Галина тоже голосует раньше остальных. Воскресенье работает здесь же, в 12-й школе, в составе избирательной комиссии, только на соседнем участке. Важно для каждого гражданина Приднестровской Молдавской Республики отдать свой долг, прийти, проголосовать. Это наше будущее, зависит от нашего выбора. Поэтому знали и пришли. Смогли бы, пришли в воскресенье. Нет, пришли досрочно. За всем происходящим в местах голосования, следи системы видеонаблюдения, камеры установлены на всех избирательных участках. 12 декабря их включат в 6 утра и выключат только тогда, когда комиссия закончит подсчет голосов. Камера охватывает весь избирательный участок, кроме кабинок для голосования. Там съемка запрещена. Система видеонаблюдения на выборах в Приднестровье действует с 2011-го. Волонтеры, буфет, выносная торговля и музыка. Голосование 2021 проходит с соблюдением всех традиций приднестровских выборов. Государственные администрации городов, районов, муниципальные, унитарные предприятия сделали все возможное, чтобы и работа комиссии, и визит наблюдателя на участок проходили в комфортных условиях. Это касается и буфетов в день голосования, и музыкального сопровождения, и того, что придут избиратели с детками, их там ждет небольшой сюрприз. Мы будем рады видеть всех в день голосования на избирательных участках. Особый прием тем, кто голосует первый раз. На каждом участке своя традиция. Когда приходят молодые избиратели, член комиссии поднимает руку, оповещая меня о том, что у него молодой избиратель. У нас заранее подготовлены для них призы, можно сказать, сюрприз. Это значок вот такого формата и флаг нашей республики. Мы поздравляем молодого избирателя с его первыми выборами и вручаем вот такой подарок. Тем, кто не знает или забыл, где голосовать, найти свой участок могут на сайте ЦИКа. Указываем город и адрес. Система сама покажет расстояние и проложит самый короткий путь до избирательного участка. На участках избиратели ждут до восьми вечера. Ирина Руснак, Александр Зелинский, Андрей Овчинников. Отражение. Руснак, Александр Зелинский, Андрей Овчинников. Продолжение следует...